Десятиклассница Марина Соломацкая с будущей профессией уже определилась. Девушка увлечена кулинарией. Печь пироги и готовить оригинальные блюда научилась у мамы, в будущем намерена открыть свой ресторан. А сегодня познакомилась с профессией Бориста, благодаря участию в проекте «Билет в будущее». Я всегда смотрела, как готовят кофе, и никогда не думала, что там столько нюансов и столько тонкостей. Девятиклассник Артем Деревяга мечтает о своей булочной. О возможности познакомиться с профессией официанта узнал в школе. Прошел онлайн-тестирование и пришел на мастер-класс. Сейчас я попробую себя в ресторанном деле. В будущем планирую посетить сварочное дело. Для меня это очень интересно и увлекательно. Приготовить правильный капучино, накрыть стол по принципу коробочки и выложить сервировочные салфетки в форме шапки Мономаха. За пару часов презентации ресторанного дела нужно успеть донести главное. Рассказывает преподаватель колледжа Арина Якупова. Цель нашей профессиональной пробы в первую очередь познакомить ребенка с таким видом деятельности, с такой профессией. Естественно, очень мало времени для того, чтобы научиться действительно качественно складывать тейблбокс, салфетки, приготовить кофе. Но ребенок за это время хотя бы держит в руках инструмент, понимает, как этим пользоваться, как это выглядит. Это тоже очень важно для профессионального будущего выбора. В проекте «Билет в будущее» торгово-экономический колледж участвует уже два года. Сначала проводили профпробы по двум специальностям ресторанное дело и хлебопечение. В этом году добавилось оформление витрин, предпринимательство и поварское дело. Это очень полезно и необходимо, потому что наши учащиеся школьники, начиная с 6-го уже и по 11-й класс, могут прийти и попробовать себя в той или иной сфере деятельности, чтобы понять, их это сфера деятельности, или она им не подходит. Отрицательный результат здесь тоже играет на роль положительного эффекта. «Билет в будущее» проводится в рамках нацпроекта «Образование», поэтому бесплатно для детей и родителей. Сейчас на платформе проекта зарегистрировано более 38 тысяч школьников Самарской области. Кульфия Сафина, Николай Епифанов, События.